Две минуты я очень плохо контролирую внутреннее время, поэтому возможно оно затянется. Но я уверена, что вы почувствуете и увидите для себя важное и полезное. Может быть где-то даже услышите то, что было недоступно раньше. Я вот много думаю о том, что люди зациклены на отношениях. Они часто говорят о том, что вот мои отношения не такие или сякие, или я не понимаю как в них проявляться, или где-то я не чувствую того контакта с партнером, которого я хочу, мне хочется его прям сожрать, целиком взять, вот так вот обнять и выпускать. И совсем недавно мы разговаривали на лекциях с людьми, понятное дело я в разных кругах нахожусь, в которых подкидывают умные мысли. И фишка в чем? Фишка в том, что, оказывается, все привязанности идут с раннего детства. Когда мама рожает своего ребенка, вот этого долгожданного, а для кого-то ведь и недолгожданного, для кого-то ведь в разных обстоятельствах, возникает тип привязанности. И вот эта врожденная особенность очень сильно накладывает отпечаток на следующие действия и стратегию жизни людей. То, как мы общаемся, то, как мы взаимодействуем с коллегами, партнерами, любимыми людьми, то, как мы находим общий язык либо не находим, заложено вот там, вот эти вот годы, когда еще беременность, когда еще первые встречи, когда кормление. И это все можно трансформировать, это все можно изменить. Изменить-то можно через коммуникацию. И фишка в том, что многие боятся говорить о сокровенном. Многие говорят о том, что поверхностно, а вот о важном, вот я бы хотела вот так, или мне было бы приятно, если бы ты сделал вот так, или, а хочешь, я для тебя сделаю вот это, вот то, что ты хочешь. Ведь я же догадываюсь, это на интуитивном уровне. Люди обычно умалчивают, думают, типа, вот он сам догадается, что мне надо, цветочки на 8 марта, логично же. Но не всегда те цветочки, которые мне дарят, меня порадуют. А проговорить что-то, соключить вот эту вот сделку в речи, это же очень просто. Так вот, я хотела вам рассказать о том, как полезны тренинги по коммуникациям. И если человек начинает понимать свои паттерны поведения, свои типы привязанности, понимает, как именовировать, понимает другого человека, тогда все становится просто. И происходит баланс вот этой вот самой первой надежной привязанности, когда мама тебя любит, когда она тебя заботится, когда семья дружная, когда ребенок воспитывается в смехе, веселье, чем-то прикольном. И я бы хотела спросить у вас, как часто вы сами сталкиваетесь с тем, что, приходя домой к любимому человеку, вы можете увидеть его просто тупо вкалившись в телефон, хотя вы весь день не виделись, не можете поговорить с ним. А может быть, вы не получаете того тепла, которого вы хотели, либо же наоборот, ваши коллеги по работе, как с ними происходит контакт. Подумайте об этом. И если у вас возникнет желание, пишите. Все.